Новый год – время фейерверков. Чтобы не омрачить праздник, играть с огнем нужно по правилам. Тщательно выбирать пиротехнику и запускать ее только в разрешенных местах. Подробнее расскажет Рифат Ваткулин. Красочные фейерверки, яркие вспышки салютов, хлопки петард. Праздник в кругу друзей и новогоднее настроение. Но он может закончиться печально, если не соблюдать ряд правил. И начинаются они с покупки. На территории города Чебоксары вот в этом году у нас определены три места. Это территория около торгового комплекса Мадагаскар. Это у нас центральный рынок и вещевой рынок на Гладково. А вот на остальных местах продажа запрещена. При покупке, я бы, конечно, обратила бы внимание, покупатели обязательно целостность коробок. Обязательно должно быть ГОСТ, номер ГОСТа. Обязательно должны быть сертификаты, сопровождающиеся документы. Если фейерверк уже у вас в руках, то это вовсе не значит, что его можно запустить рядом с домом. Для этого тоже выделено 54 специальных места. Адреса есть на сайте городской администрации. За запуск салютов в неположенных местах грозят штрафы. Ответственность предусмотрена на физических лиц штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 10 тысяч рублей, и на юридических лиц от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Прежде чем запустить салют, не лишне прочитать инструкцию. Пиротехническое изделие необходимо твердо установить от возможного падения. Фитиль поджигать на расстоянии вытянутой руки. Необходимо иметь периодичные средства пожаротушения, если данное пиротехническое изделие сработает не так, как указано в инструкции к применению. После того, как на расстоянии вытянутой руки мы подожгли фитиль, необходимо отдалиться от данного пиротехнического изделия на безопасное расстояние. На каждой упаковке салюта написан радиус опасной зоны. Для первого класса это полметра, для второго 5, третий класс 30 метров. Для съемок мы выбрали батарею салютов третьего класса опасности. Несмотря на то, что мы сейчас находимся на разрешенной площадке перед национальной библиотекой Чувашии, запустить салют здесь мы не можем. Расстояние от пиротехического изделия до ближайших домов и деревьев должно быть не менее 30 метров. 10 минут на машине и мы уже в другом месте. Нельзя запускать фейерверки из окон домов и балконов, направлять в людей, наклоняться над зажженным салютом или заглядывать внутрь пиротехнического изделия. Что бывает чаще всего? Чаще всего это, конечно же, ожоги. То есть пиротехническое средство взрывается и элементы этого средства, они попадают в глаза, вокруг глаз. Собывают раны различного характера, то есть повреждающие эти факторы, они могут поранить, порезать кожу вокруг глаз. И тяжелый случай, к сожалению, тоже бывает. Это так называемые контузии или сотрясение глаза, когда повреждаются внутренние оболочки глаза, происходит кровизлияние внутри глаза. В этом случае, конечно же, глаз страдает значительно и иногда даже приходится пациентов таких оперировать. Травмы в зависимости от степени тяжести, могут как легкие, банальный ушиб или тяжелые, отрыв пальцев и конечностей, так называемые ампутации. Если больной пострадал, необходимо сразу же обратиться в травмпункт, любой травмпункт нашего города, где окажут первую помощь. Главное соблюдать технику безопасности, тогда яркие моменты праздника ничто не омрачит. Рифа Фадколин, Валерий Резюков, Бахтиар Велев, Республика.